А тем, кто хочет получить подробную инструкцию, сейчас будет мой мануал. Я самым подробным образом расскажу и покажу и объясню пошагово, как скачать программу, получить учетную запись, найти друзей и пользоваться скайпом в полном объеме. Обещаю, у вас все получится. Основное. Надо купить смартфон. Вот без этого, ну, совсем никак. Поэтому как ни крути, а смартфон нужен. Очень желательно, чтобы те люди, с которыми вы хотите сразу пообщаться по скайпу, уже были в контактах вашего телефона. Начинаем. Как установить скайп на телефон? Включили смартфон, зарядка должна быть более 50%. Смотрим вверху экрана. Нужно подключение Wi-Fi, чтобы был такой значок. Листаем экраны вправо-влево, ищем иконку скайп. Если она у вас есть, значит просто нажимаем на нее, открывается скайп, выбираем контакт человека, с которым хотим общаться и начинаем связь. Чтобы понять, как общаться в скайп, можете сразу перейти к разделу, как начать общаться в скайп. Если у вас иконки скайп нет, ищем иконку Play Market или App Store. Вот она. Нажимаем на нее. Что такое этот Play Market? Это магазин приложений. Причем здесь можно скачать бесплатные приложения. Бесплатный скайп. Вверху в поле, где серые буквы поиск игр и приложений, вот здесь, вот в этом поле, пишем по-русски скайп. И нажимаем значок лупы. Появляется приложение установить скайп. Вы его узнаете по фирменному значку, английская буква S, как доллар, на синем фоне. Рядом видите кнопку установить. Нажимаем кнопку установить. Если у вас быстрый Wi-Fi, то установка происходит достаточно быстро. После того, как программа загрузилась на ваш телефон, вместо кнопки загрузить, появляется кнопка открыть. Нажимаем на кнопку открыть. Появляется приветственный экран скайп. Здесь делать нечего. Просто нажимаем кнопку поехали. Открывается следующий экран. Выбора здесь большого нет. Всего одна кнопка войти или создать. Нажимаем. Появляется новый экран. И Microsoft предлагает нам создать учетную запись. Похоже, у вас нет нашей учетной записи. Создадим мы ее с помощью нашего номера телефона. Мы соглашаемся с этим и нажимаем кнопку далее. Здесь Microsoft предлагает нам создать пароль. Пожалуйста, обязательно запишите, запомните этот свой пароль. Вводите латинские буквы и цифры. Всего нужно ввести более 8 символов. Еще раз повторяю. Обязательно запишите этот свой пароль. Появляется новый экран, соответственно. И скайп предлагает нам указать свои фамилии, имя, отчество. Да, это нужно сделать, но как по-другому. Нажимаем далее. Открывается следующий экран, который просит нас подтвердить номер телефона. Вот сейчас как раз-таки пришел к нам номер телефона с сообщением. Из этого сообщения, еще раз повторяю, на наш номер телефона пришло сообщение от Microsoft с тем, чтобы мы ввели код из этого сообщения сюда, в это поле. Вот в это поле нам нужно ввести код, который к нам пришел в SMS сообщение. Еще раз обращаю внимание, разовый код, который мы получили только что от компании Microsoft. Ввели этот код и нажимаем кнопку «Далее». Ждем. Все происходит достаточно быстро. Здесь скайп предлагает нам организовать и запустить функцию «Легкий поиск контактов». Это сделать необходимо, потому что я уже говорил вам, что поиск контактов, поиск сторонних контактов в скайпе достаточно проблематичен. Поэтому нажимаем кнопку «Продолжить». Скайп спрашивает, можно ли ему получить доступ к нашим контактам. «Разрешаем». Открывается следующий экран, который называется «Почти готово». Ну, действительно, почти готово. Здесь выбора никакого нет, просто нажимаем кнопку «Продолжить». Скайп спрашивает нас, разрешаем ли мы ему записывать аудио. Да, конечно, разрешить. То есть, что нам здесь нужно? Нам нужно нажать на синие буквы, на синюю ссылку «Разрешить». Следующий вопрос. Разрешать ли снимать фото и видео? Конечно, разрешить. Нажимаем. Все. Вуаля. Вы установили и настроили скайп. Что еще можно сделать? У вас появляется вот такое предложение. Профили параметры. Просто нажимаете на кружочек вверху по центру экрана. Здесь будет ваше фото. Чтобы вернуться в скайп и начать общаться с друзьями, нажмите вот эту стрелку. Эта стрелка обозначает возврат в чат для общения. Не надо нажимать на слово «Выйти». Итак, вы нажали на стрелку. Все. Вы можете болтать, писать, общаться по видеосвязи с друзьями. А мы с вами переходим к следующему этапу, как начать общаться в скайпе. У вас есть кнопка «Чат». Нажимайте на нее. Эта кнопка обычно находится в левом нижнем углу экрана. Ничего не происходит. Просто эта кнопка становится ярко-синей. Замечательно. Теперь нажимаем на кнопку с карандашом. Отлично. Перед вами список ваших друзей и контактов. Как найти друга в контактах. Листаем вверх-вниз список ваших контактов. Выбираете вашего друга, с кем хотите общаться. Нажимаете на этот контакт. Открывается контакт вашего друга. Могут появляться разные подсказки. Чтобы они не мешались, тапните на это поле с подсказкой. Эта подсказка пропала. Дальше есть два способа пообщаться с другом. Написать ему сообщение внизу, вот в этом поле. Нажать. Значок с самолетиком. Этот значок обозначает функцию «Отправить». Ваше сообщение отправлено вашему другу. Вы видите, что у вас появилось сообщение, что Иван должен принять приглашение. Да, действительно, сейчас Иван, ваш новый контакт, к которому вы отправили сообщение, получил это ваше сообщение. Он его посмотрит, примет и даст вам ответ. Для того, чтобы вернуться к списку контактов, необходимо нажать на стрелку в левом верхнем углу вашего экрана. Я вам ее уже показывал. На этом новом экране, который у вас появился, у вас теперь будут сохранены профили тех контактов, тех друзей, с которыми вы уже общались хотя бы один раз. И в будущем вам не придется их искать, вы можете сразу же посмотреть все те предыдущие беседы, которые у вас с ними были. Ну и самое интересное, как пообщаться с вашим собеседником, с вашим другом и товарищем, это позвонить ему по видеосвязи. Нажать вот на эту кнопку. Значок изображения видеокамеры. В правом верхнем углу экрана. Нажимаем ее. После того, как вы совершили первый видеозвонок в скайпе, неважно, поговорили вы со своим собеседником, со своим абонентом или нет, или это общение не состоялось, у вас может появиться такого рода экран. Многозадачность в скайпе. Держите звонки скайпа на переднем плане, разрешив скайп пока. Я рекомендую нажать кнопку «Предоставить разрешение». У вас может открыться следующий экран, где вам будет предложено отображение поверх других приложений. Разрешаем. Итак, мы с вами научились общаться по скайпу как путем чата, так и путем видеосвязи. После того, как вы пообщались со своим абонентом, со своим контактом, пожалуйста, не забудьте выйти из этого общения. Как выйти из этого общения? Опять-таки, я вам уже показывал эту кнопку, покажу сейчас ее еще раз. В левом верхнем углу стрелочка «Назад». Нажмите на нее. Вы вернулись в главный экран скайпа. Как свернуть приложение? Для того, чтобы свернуть приложение, чтобы оно постоянно не отображалось на экране вашего телефона, нужно пару раз нажать на центральную кнопку внизу вашего смартфона. Обычно это кружочек. Кнопка эта называется «Домой». Все. Вы вернулись на главный экран вашего смартфона. Теперь можете выключить смартфон кнопкой сбоку, чтобы экран стал черным. Но это еще не все. В следующий раз, когда вы просто включаете смартфон, вам необходимо всего лишь полистать влево или вправо экраны на вашем смартфоне и найти иконку «Скайп». Вот такую. Нажимаете на нее. Ничего больше вводить не надо. Просто выбираете друга и сразу начинаете общаться. Я вас поздравляю. Вы все сделали замечательно. У вас все получилось. Теперь вы на связи. На связи со всем миром. Вы можете общаться со своими друзьями и коллегами. Вы можете находить новых людей для работы и общения. Вы можете по видеосвязи общаться с людьми. Вы можете не только их слышать, но еще и видеть. Видеть их эмоции, настроение, видеть их радость, видеть их удивление. А что, так можно было? Восхищение открывающимися возможностями. И кто там говорит, что мы стояли дальше друг от друга, научитесь пользоваться мессенджерами и современными приложениями. Используйте их возможности на 100%. И вы будете ближе друг к другу, как никогда ранее. Вперед! Мой логин есть в описании внизу. Пишите, звоните. А на сегодня это все. Пока.